Музыка На почетной трибуне, установленной рядом со стапелем номер один, ветераны Севморзавода. За ними рабочие звездочки и будущие судостроители, студенты Севастопольского государственного университета. Этот день праздник не только для заводчан, но и всего города. Корабелы Севморзавода решили назвать первое закладываемое после длительного периода безвременья судно гордым именем города-героя. Тем самым продолжили традицию давать имена плавучим кранам, существовавшие с 50-х годов прошлого века. Монтаж закладной доски выполняют сборщик корпусов металлических судов 5-го разряда судокорпусного цеха Полудняк Владимир Валентинович. Сразу после окончания училища Владимир Валентинович пришел работать на Севастопольский морской завод. Перед нами стоят новые задачи. Мы должны и обязаны их выполнить. И получить компетенцию в строительстве тяжелых плавкранов технического флота Российской Федерации. Севастопольский морской завод всегда был основной базой ремонта кораблей Черноморского флота и базовым предприятием по строительству плавучих кранов. Этот день – новый этап в жизни предприятия. Я хочу сказать, что это только начало. Это и номер-то заводской у этого крана – 001. Вверхи, входящие в состав ОСК – это серия дизельных подводных лодок проекта 636, фрегаты, которые сегодня находятся на Черноморском флоте проекта 11356. То есть эти лодки и корабли и будут здесь, на этом заводе, обслуживаться и ремонтироваться. Первый корабль, который закладывается на обновленном заводе с гордым именем Севастополь, будет для нас, для всех большой честью участвовать в его строительстве, участвовать в его созидании. И я думаю, что действительно это только первый номер, и таких номеров должно быть очень много. Завод должен возродиться. Восстановление судостроительной программы является одним из важных шагов реализации стратегии социально-экономического развития Севастополя. И не случайно, что на своем борту закладываемое судно будет нести имя нашего города. Ведь не только по месту постройки судна, но и по тем идеям, которые в него закладываются, это судно севастопольское. Оно проектировалось и будет создаваться здесь, в Севастополе. Я вам скажу, это тоже было непросто, хоть, как говорится, тяжелее карандаша ничего не поднимаем. Но в течение вот этих 25 лет мы сохраняли направление плавкорностроения, мы сумели сохранить людей, отдел, которые способны проектировать. И вот сегодня мы этот проект сделали. Вторым этапом возрождения Севмурзавода можно считать успешное выполнение заказа по строительству транспортной плавсистемы для доставки к местам монтажа в Кирченском проливе арочных пролетных строений Крымского моста. Срок строительства плавкорана «Севастополь» – три года. Начало работ благословил протеерей Сергий Халюта, благочинный Севастопольского округа. Я поздравляю всех севастопольцам с тем, что наш завод воскрес, что наш завод будет строить корабли, что наш завод стал наследником тех славных свершений, которые совершали наши деды, наши отцы. На Севмурзаводе, который известен в отрасли как родоначальник отечественного плавкораностроения, было произведено более 70 плавучих кранов, которые имели название «Черноморец», «Богатырь», «Севастополец», «Слава Севастополя». Большинство из них эксплуатируется по сей день. А плавкран «Севастополь», заложенный в 2017 году, станет первенцем в целой серии ему подобных. Теперь севастопольским корабелам предстоит написать очередную страницу новейшей истории родного завода. Маргарита Пронина, Виталий Козловский, Сефинформбюро.